Ключи от квартиры номер 143 в доме по улице Декабристов 20 вручаются от Хиповой Марине Викторовне. Этого момента дети-сироты ждали несколько лет. С 2018 года региональные органы и прокуратура ведут работу по обеспечению данной категории жильем. За это время в крае улучшили свои жилищные условия более двух с половиной тысяч сирот. На эти цели край выделил 600 миллионов рублей. Но этого, по словам Виктора Доменко, казалось недостаточно. Стали искать решение проблемы. В итоге теперь в регионе работает система жилищных сертификатов стоимость одного 2,7 миллиона рублей. Только за прошлый год, в том числе с помощью этого механизма, удалось помочь примерно тысячам детям-сиротам. В этом году на решение вопроса заложено 1,6 миллиарда рублей. В очереди на сегодня почти 6 тысяч человек. Квартира очень хорошая и все в шаговой доступности. Ну, очень все понравилось. Уже видели, заходили в квартиру? Да, была в квартире. Очень хорошая, большая квартира. И все магазины, детские садики. У меня ребенок уже маленький. Для меня было важно, чтобы была детская площадка и садик, школа рядом. На очереди было около года мы стояли. Благодаря оперативной работе РЖУ, прокуратуры и наших местных властей мы очень хорошо и быстро получили сертификат. Мы очень этому рады. Мы можем теперь получить квартиру и выбрать сами, в каком районе именно жить. На личном приеме граждан Виктор Томенко и Дмитрий Демешин обсуждали, как решить и другие насущные вопросы битчан. Один из самых волнующих людей вопросов – сройки ремонта коммунального моста. Передвигаться на сегодняшний день по коммунальному мосту практически невозможно. Создаются пробки. Такое время, как лето, то есть жаркое. Вот у нас срок – конец ноября. То, что он будет выдержан, сомнений не вызывает. Но сейчас вопрос такой – есть ли возможность сдвинуть немножечко пораньше сроки сдачи? Без потери качества, конечно. Мосту потом долгие годы жить, работать и обеспечивать битчан и гостей. Работа уже выполняется и выполнена. Самая главная задача – это выполнить работы по верхней части моста. Эти работы мы планируем завершить порядка на два месяца раньше, чем весь объект под мостом. Дальше работы будут вестись до 1 ноября, а может быть чуть раньше, в октябре. Тем самым подрядная организация рассчитывает, что полноценно передвигаться по мосту можно будет на два месяца раньше запланированного. Заместитель прокурора России Дмитрий Демешин, в свою очередь, дал указание взять эту ситуацию на контроль и регулярно отчитываться о ней в краевую прокуратуру. Так, чтобы реверсивное движение, которое он сказал, глава Пресвота города Бийского Пресвота, действительно имело место в рамках эффективного передвижения людей. Потому что прокурор сегодня мы увидим, а сегодня не пятница и не воскресенье, а сегодня рабочий день. Также жители Бийского района в ходе личного приема просили провести ремонт в ряде образовательных учреждений, а советского сократить расстояние от жилых домов до мусорных контейнеров. Всего обратился 21 человек. По итогам встречи, заверила принимающая сторона, каждое из обращений будет отработано. Дмитрий Дроздов, День с толком. Дмитрий Дроздов, День с толком.